позвольте показать вам этот график это 124 годовой график рынка акций да у джонса индустриальный средний да вы верно меня услышали 124 годовой график как вы видите он уходит назад до 1929 до биржевого краха 1929 и даже до 19 века как вы видите это прямо перед началом 20 века это 1899 год всем привет вы на канале крипто комманс и как вы поняли уже сегодня у нас долгожданный олесио растания спасибо серфи что он перевел этот ролик для вас но я пока его прервал чтобы поздороваться и сказать свои пару сатоши ну что друзья все крипто скам bitcoin минус 8 процентов за сутки эфир минус три с половиной полка дот минус 10 бинанс минус 5 лайткоин минус 8 и все говорится коллапс не ну тут как бы люди которые реально этого не понимают которые пишут что вот вы типа все карлс вчерашний там трейд чашка с ручкой или там чё зафейлилась потому что было 60 он говорил что мы летим на 70 где твои 70 и вот мы на 53 все вот мы только поэтому сейчас и дампимся из-за этих людей понимаете которые не умеют ждать на рынке и думаю что сейчас будет безоткатные иксы а на самом деле мы сейчас с вами продолжим смотреть замечательное видео олесио в котором он вам расскажет про более длительные глубокие рыночные циклы так что чё тут скажешь кого ликвиднуло не забываем крутить краны краны всегда в плюс дают хоть и по чуть-чуть и продолжаем смотреть видео а потом поговорим итак это очень долгосрочный график мы сейчас здесь в 2021 это верхушка 1999 это что я сделал это соединил верха верха закрытия 1929 с верхами закрытия 1999 и мы получаем эту линию тренда которая встречает нас там где мы сейчас в 2021 году если вам интересно это линия тренда примерно давайте перейдем на недельный график это недельный график доу это линия тренда желтая линия которую вы видите проходит примерно на уровне 33 500 около 33 500 33 400 уровень на котором линия тренда встречает нас вот тут на случай если вы думаете почему это важно обычно когда движение цены в первый раз встречает линию тренда велик шанс когда цена взлетает и тестирует линию тренда обычно она встречает сопротивление и некоторые аналитики предсказывают что мы можем увидеть после того как цена отскочит от этой линии тренда которая сейчас подходит очень близко мы можем увидеть начало значительного медвежьего рынка такого как мы видели в 1929 я лично не согласен я думаю это маловероятно вот что я думаю более вероятно когда мы доберемся до этого уровня когда мы встретим этот уровень сопротивление тренда скорее мы увидим отклонение может некоторую коррекцию или восстановление возможно мы увидим восстановление на 10-15 процентов это возможно но медвежий рынок который продлится несколько лет который сможет вымести две трети дау и snp я просто этого не вижу суть вот в чем ребята согласно принципу волн эллиота эта книга фантастическая кстати написанная фростом и практором если вы ищете книгу по теории волны эллиота это хорошая они говорят что среди параллельных каналов исходящихся линий диагональных треугольников если пятая волна подходит к верхней линии тренда при уменьшающемся объеме это индикатор того что конец волны встретиться с ней или не дотянется до нее тем не менее если объем велик когда волна подходит к линии тренда это индикатор возможной пенетрации верхней линии тренда что эллиот назвал переброс другими словами если мы вкатываемся в это сопротивление линии тренда с нарастающим объемом более вероятно что мы пенетрируем эту линию и это то что называется переброс и кстати они говорят здесь что переброс подтверждается немедленным разворотом обратно под линию другими словами если цена поднимается выше этой линии если мы пенетрируем эту линию наверх и потом немедленно падаем обратно под нее это создает переброс что становится довольно медвежьим паттерном посмотрите на это это фьючерсы доу джонс график фьючерсов доу джонс показывает следующее мы видим подъем в течение последних нескольких недель ралли создающие новые верха но посмотрите объем падает итак мы видим подъем последние несколько дней но он происходит на уменьшение объема и даже при объеме ниже среднего и это похоже указывает на то о чем фрост и проектор говорят свои книги они говорят что если пятая волна в которой я думаю мы сейчас подходит к линии тренда при уменьшающемся объеме это является признаком того что эта волна встретиться или не дотянется до этой линии тренда и так мы идем наверх при уменьшающимся объеме поэтому скорее всего мы не дотянемся до этой линии тренды или возможно мы встретимся с линии тренда но отклонимся от нее кстати если вам интересно какой эффект это может оказать на биткоин я на самом деле не знаю я Я думаю, что на балансе вероятностей, если цена будет отклонена от этой линии тренда, если мы дойдем до этой линии тренда и отклонимся от нее, это окажет некоторое негативное давление на биткоин, как мы видели ранее. Вот, ну а теперь, когда мы посмотрели с вами видео Олесио, мы что можем с вами понять, что за такую долгую историю рыночных манипуляций, да, начиная еще с 19 века до нашей эры практически, и вообще за всю эту историю Великого Шелкового Пути была только одна реально стабильная валюта, которая удерживала ценность, и называется она золото. Вот что. Поэтому биткоин – это, конечно, цифровое золото, все понятно, он очень крутой и показывает себя лучше, чем золото обычное, металлическое, тем более бумажное золото, которое здесь представлено в виде вот этих ETF-ов всяких, XAO, USD. Но, тем не менее, биткоин-то уже все равно набрал овер дофигища иксов за последний год, а золото пока все еще находится в боковике. И оно у нас ходило с вами на 2050, не так давно переписывало свой исторический максимум, в конце лета, в начале осени прошлого года, и после этого скорректировалось обратно на 19%. То есть вполне себе такой нормальный откат на бычьем тренде. Поэтому смотрите, вот у нас месячный график золота, выглядит-то он на самом деле очень круто. Чем-то напоминает, кстати, биткоин, только с разницей того, что предыдущий пик был не 4 года назад, а 40 лет назад, вот в 80-м году, когда у нас был пик в 800 с чем-то долларов. И потом мы только к 2011 поднялись на 1900, и вот сейчас мы уже выше 2000 на самом деле были, и я думаю, что мы туда и пойдем. Поэтому хочу вам напомнить такую прекрасную вещь, что на бирже Femex, на нашей любимой бирже, вы можете торговать не только криптой, которая сейчас вся в просадке находится в моменте, но также вы здесь можете торговать золотом. Вот, видите, голд, это золотые контракты. И я только что перед тем, как записывать это видео, открыл хеджевый лонг по золоту. Вот он пока что в минусе на несколько долларов, но это комиссия и спред, которую я воплотил за открытие сделки. А так, в целом, не финансовый, конечно, дисклеймер, но в такие моменты, когда вы не понимаете, что происходит, вы можете попробовать хеджироваться золотом на Femex. Это очень уникальная, крутая фича, которой нету на других биржах. Вот, и также уж раз я заговорил про Femex, давайте я вам напомню, что у нас, вот, у нас в Телеграме был пост буквально на днях, видимо, вы его пропустили. Да, кстати, кто не добавлен еще в наш Телеграм, по какой-то причине, срочно исправьте эту ошибку. Ссылка вот сейчас у вас вот здесь появилась, также она есть внизу под видео, естественно. Вот, мы делали пост. Вступайте в нашу команду на Femex Trade Arena и поборитесь в паре BTC, USD, призовой фонд до 45 битков, чуваки. И что я здесь вижу, что вот по этой ссылке, которая будет тоже внизу видео, прошел всего, видимо, один человек. Может быть, вы просто не заметили, я не знаю, или что. Я просто вижу, что многие из вас торгуют на Femex, поэтому давайте, давайте, все, кто торгует на Femex, просто нажмите на эту ссылку, вам даже не обязательно торговать, но вступите в команду и продолжайте делать то, что вы обычно делаете на этой бирже. Хотите торгуйте, хотите нет, но вы будете в команде, понимаете? И если вдруг мы что-то займем, то вы получите тоже кусочек этого пирога. Так что давайте, вступайте в нашу команду на Femex, обязательно по ссылке из описания. Вот, такие вот дела, а пока я это записываю, я вижу, что Dash BTC уже пробивается, смотрите-ка, несмотря на общий дамп к доллару, похоже, что альты к биткоину зеленеют. И мы видим точно то, что и хотели увидеть с вами. Мы видим, что в моменте дампа к доллару альты к битку зеленые, посмотрите на это. Все основные альты показывают отскок по 10, 15, 20%, XRP вообще 25%. К биткоину очень важно их смотреть и торговать, потому что вы же хотите больше биткоина сделать на растущем рынке, чем доллара, правильно? А если все еще нет, то попробуйте пересмотреть свое отношение к этому, потому что нафига вам делать больше доллара, если он падает. Вот, так что все тут очень здорово, на самом деле, Dash, причем все еще на 2% только отскочил, и вон, посмотрите, как пошел. А, это XRP, ну не суть. Вот и все, поэтому альты к битку зеленые, альт сезон, господа, запускаем фейерверк по этому случаю. И, а, ну и Mantra Dao Om, кстати, хочу поздравить всех, кто прислушался к моему нефинансовому совету. Я делал здесь пост тоже, то, что все, кто ищет новые DeFi на монеты, которые еще не дали X, это Mantra Dao Om, и как раз буквально в этот день ее залистили на Binance, и она сразу дала 2X, и сейчас она дала уже еще почти 2X, и в ламповом стримчике мы ее обсуждали. Поэтому, чтобы быть в курсе всех этих дел, обязательно убедитесь в том, что вы подписаны на телегу, на ютубчик, чтобы ничего не пропускать из этого. Ну и вот мы здесь видим, да, что Mantra пошла просто великолепно, Dao Om. Короче, вот, Mantra Dao сейчас рисует, опять же, подобие чашки с ручкой, походу, и дальше наверх, скорее всего. Но, естественно, будьте осторожны, потому что в любой момент любой актив может развернуться и сделать вот так, и вы должны себя обезопасить от рисков, связанных с этим. Вот, ну а так вообще, да, альтык битку зеленый, слушайте, это очень круто, я когда начинал записывать это видео, я даже не видел, что такое расклад. Поэтому пойду-ка я выпью кофейку и буду думать дальше, что с этим делать. Ну а на сегодня все, ставьте лайк, если вам понравилось, пишите в комментариях, что вы думаете, добавляйтесь по всем ссылкам, не забудьте про Femix Trade Arena, не забудьте про золотые контракты, и вот такие вот дела. И подписывайтесь на Олесио Растане, обязательно по ссылке из описания на его канал, если вы понимаете английский. А если вы не понимаете английский, то это будет лучший аргумент в пользу того, чтобы вы начали его учить. Хотя бы вот так вот, смотрите наш видос на русском, потом смотрите оригинал на английском, и уже начинайте понимать, что означают эти слова. Вот, ну все, с вами был Flalala, это канал Crypto Commons, спасибо за перевод в серфе, всем профита, и до следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok